Здравствуйте, друзья! Меня зовут Юлиан Макаров. Сегодня с большим удовольствием я пригласил на главную роль Сергея Петровича Капицу, профессора, члена Европейской Академии Наук, как в старину говорили, известный популяризатор науки. Здравствуйте, Сергей Петрович! Здравствуйте! Я только не называю себя популяризатором науки, это, по-моему, такой удешевлённый анахронизм. Я занимаюсь в основном взаимосвязием науки и общества. Вот этот, как говорят, интерфейс, который, по-моему, приобретает всё больше и большее значение. Популяризация, она подразумевает такой удешевлённый продукт. Тогда абсолютно научный вопрос. Вы родились не то, что в Англии, а прямо-таки в самом Кембридже. Да. Такой центр интеллектуальной мысли, можно сказать, Европы. Мира. Мира. Что сегодня в вас есть английского? Ой, дорогой мой, я не знаю. Короче, моя русская речь не очень совершенна. Проверим. Извините. Сегодня очень правильно говорят о инновационном развитии России. Да. Ну, действительно, в такой высокоинтеллектуальной стране, как наша, жить только за счёт природных ресурсов, всё-таки, наверное, стыдновато как-то. Вы взялись бы прогнозировать, когда в России наступит системный высокотехнологичный, высокотехнологический прорыв? Другими словами, когда не только в области продажи углеводородов и балета, Россия будет впереди планеты всей? Да. Ну, есть два способа этого достичь. Во-первых, чтобы мы лишились всех наших природных богатств, чтобы граница проходила, по-моему, по Московской области. Мы были бы таким государством, вроде Голландии. Но Голландия обнаружила потом запасы газа довольно большие, которая со средних веков зарабатывала торговлей и умом. Ни в одной стране нет такого количества нобелевских лауреатов на душу на среднем, как Голландия, кстати. И она всегда была центром культуры, центром науки, центром просвещения. И второй путь? А второй путь – вернуть те позиции, которые в недавнем прошлом мы занимали, достойно занимали. И потому совершенно бездумно, я бы сказал, даже преступно разогнали наших лучших интеллектуальных продуктов. Это 30-е, 50-е годы? Нет, это уже после войны. После войны? После 90-х годов. После 90-х? Конечно. Нет, я имею в виду, не когда мы разогнали, это очень хорошо знают и понимают все. А когда был, на ваш взгляд, расцвет научной мысли? Ну, я думаю, он центрирован на 20-е столетие. У него были подъемы и спуски, это другой вопрос. Но в целом мы были весьма состоятельны, все 20-е столетие. Только в конце эта линия развития оборвалась. Сможем ли мы вернуть себе обратно эту позицию, я не знаю. В каком-то смысле такая же история произошла в Германии. Но Гитлер раньше нас разогнал всю свою интеллигенцию. И по существу, после уже поражения во Второй мировой войне, что облегчило их судьбу, потому что это отрезало все в прошлое, они с очень большим трудом вернули себе не тот потенциал, который у них был, а тот, на который они оказались способны затратить очень большие средства и продуманно ведя научную политику. Мы же делали как раз все обратное. Ну, если заглянуть в не совсем далекую историю, вспоминается фраза, громкая фраза Наполеона во время египетского похода ученых и мулов в середину обоза. Правильно, это была наиболее ценная часть. Да, да, надо беречь. Ум и питание армии. Я хочу задать вам вопрос как pure, как чистому физику. Раньше так шутили, есть только физика и математика. Все остальное, по большому счету, это ловля бабочек. Сейчас не знаю, насколько это актуально, тем более, что наука стремится к некому слиянию, таким появлением междисциплинарных величин. Это может быть нейрокибернетика, психолингвистика, биохимия и так далее, и так далее. Есть ли в этом будущее науки? Исчезнут чистые дисциплины? Они не исчезнут, потому что у них есть своя логика развития. Но то, что произошло в науке, разбегение на отдельные специальности, которые часто не понимают друг друга, и наоборот строят себе такой отдельный, пусть маленький такой бабаб, в котором они живут, а есть традиция синтетических, обобщенных исследований. Кстати, в России это традиция сильнее, чем в других странах. Традиция, восходящая к таким людям, начиная с Ломоносова, я думаю о Вернацком, думаю, мыслители такого масштаба, которые связаны с русской интеллектуальной традицией. Поэтому и теперь такая потребность очень востребована, потому что мы понимаем всё по кускам и понимаем, что из кусков нельзя сложить целое, надо научиться целое, изучаться как целое. Может быть, в этом помогут когнитивные технологии, мы сейчас об этом поговорим, но вы упомянули имя замечательного русского учёного Академика Вернацкого и его совершенно удивительную мысль о ноосфере, такой идеальной модели развития человечества. Как вы думаете, а может быть учёное содружество, это уже есть микромодель ноосферы? В каком-то смысле это верно, но ноосфера имеет разные масштабы, понимаете, есть научное сообщество, но вы его тогда отделяете от остального общества. Но сейчас есть материализация ноосферы в виде интернета, где, правда, как в любой помойке есть всё на свете, но там, разгребая жемчужное зерно, можно найти иногда. А на самом деле мысль о ноосфере, она существовала с древности. Вот Акцентрическая библиотека, которая была основана одними из паталемеев, она содержала пересчетенно-современно 50 миллионов томов. Полмиллиона томов в то время, в то время было сто раз меньше населения, чем сейчас. Они забрали, они собирали такую же информацию, аккумулировали её. Понимаете? Так что мысль довольно старая. И сейчас мы, может быть, больше, чем раньше, хотя это тоже было понято древними, мы понимаем, что гораздо важнее не знание, а понимание. И этому надо учить? Этому надо учить. Вот 25-35 лет я ведал кафедры физики в физтехе, и наше главное, я считаю, такое достижение, если так можно выразиться, в области педагогики, что мы делали убор не на знание, а на понимание. Но дело в том, что усредняющий сознание единый государственный экзамен, и об этом говорю не только я, но и многие родители бьют в набат, как раз, наверное-таки, по-другому не скажешь, кроме как выхолачивает, что ли, вот это понимание. Ну, это как раз показывает тот, я бы сказал, тупик, который зашло в современную западную систему образования. Русская система образования, континентальная, как ее называют, англичане, потому что все то, что на континенте, это чуждо им, это русская традиция восприняла вот этот интегральный подход к образованию, понимаете. А специализация, которая, пожалуй, высочайшего уровня достигла в Америке, она основана на узкой специализации, понимаете. И вот этот компромисс нужно найти, понимаете. Крайность их ужасная. А целостный подход, он сейчас ценится все больше и больше. Более того, руководство крупным коллективом, ученых, политиков, финансистов невозможно без такого интегрального подхода. Может быть, кстати, потому что выпускники физтеха оказались успешными во многих областях, которые никакого отношения не имели к тому, чему их учили на самом физтехе. Потому что есть момент аналитики и систематизации. Их учили понимание. А что вы понимаете? Банковскую систему и систему управления, какой-нибудь другой подсистемы. Это то, что давало, то образование, которое они получили. Его нельзя сделать таким кусочным. Упомянув когнитивные технологии, то есть технологии, ориентированные на развитие интеллектуальных способностей человека и описывающих наиболее значимые мыслительные процессы, конечно, у тех, у кого они есть, в том числе и подсознательные, такие как ассоциативность мышления, предвидение, опыт, интуиция. Вот как вы считаете, что это сегодня может дать и, может быть, уже даёт нашему обществу? Ну, надо сказать, что это одна из интереснейших глав современной науки о человеке. Человека тоже разобрали на куски, понимаете. Сначала это медики, потом психологи. А вот когнитивные науки, как их называют, науки понимания, они стремятся к такому синтезу. Мы видим, что это даётся совсем нелегко, особенно в таком мире, где так доминирует специализация. Вот разорвать вот эти сковывающие человека частности, чтобы увидеть картину целого, это, пожалуй, самая сложная задача, которая перед нами стоит сейчас. Если сравнивать изучение человеческого мозга с изучением Вселенной, мы прекрасно понимаем, что сделать это крайне сложно. И замечательная учёная Татьяна Черниговская из Санкт-Петербурга, которая является специалистом в области когнитивных наук, когнитивных технологий, она утверждает следующее. Когда люди говорят, что через 10-20 лет мы узнаем, как работает мозг, у меня это вызывает саркастическую смешку, говорит Татьяна Черниговская. Я думаю, Татьяна Черниговская права по-своему. Она выступала у нас в передачах, и её мысли мне знакомы. Я разделяю эту точку зрения. Она продолжает, извините, в общем, достаточно антиутопично. Ни одна система, простая система, не может изучить другую, более сложную. Вот как относятся к Вселенной, так относятся и к человеческому мозгу. Ну, понимаете, это соподчинение и сравнение таких вещей, это очень сложная задача. Это, по-своему, связано с границами нашего такого модельного понимания мира. В математике есть одна из самых великих теорем, теоремы Геделя, которые указывают, по-своему, на незамкнутость даже простых систем, как, положим, хорошо развитая арифметика. Даже она оказывается неопознаваема, грубо говоря. На меня в своё время это открытие, когда я прочёл эти работы, это было давно, произвели очень большое впечатление, это было совершенно, изменило взгляды на многие такие вот детерминистические вещи. Потому что мир оказывается в интеллектуальном плане открытым, а не замкнутым. Так что конца опознания нет. Годы Великой Отечественной войны, в четыре школьных класса, которые вы закончили быстрее, чем другие, экстерном. Да. И вот как объяснить эту ситуацию, и не только вы один. Да. Как объяснить эту ситуацию? Казань, недоедание, море, проблем, которые должны, по идее, отвлекать от обучения, и такой всплеск успеваемости. Во-первых, я не думаю, что мы недоедали. Мы питались, может быть, совершенно несовершенно. Чувство голода я не помню. Я помню, когда приехал из Ленинграда мой двоюродный брат. Вот он был истощён по совершенно другим причинам. А потом вы должны вспомнить русскую поговорку, что «святое брюхо к учению глухо». Вот я думаю, что в этом надо искать успех того режима, в котором мы там рассуществовали. И действительно, я, не так же, как мои товарищи, вот Абрикосов, который потом получил в Абрикосовское время, но так же, как и я, мы одного возраста с ним, учился таким же образом, и тоже за два года кончил четыре класса. Ну, как это объяснить тем молодым учёным, что покидали Россию, уезжали куда-нибудь в Принстон, скажем? Эта пословица им явно не по душе. Может быть, она по душе чиновникам от науки, но только не действующим людям, от которых зависит интеллектуальная музыка. Я думаю, что особенно в такой стране, как наше, вы должны учиться своей культуре, понимаете? Всякая современная страна обладает своей культурой, своим языком, своим умонастроением, будь то француз, англичанин, немец, русский. И вот он должен, по-моему, с рождения впитывать вот эту культуру. И после этого, обучившись у себя дома, ему более чем полезно провести несколько лет за границей. Если вы посмотрите на биографию таких крупных учёных, Лужин Менделеев, он два года был откомандирован, как тогда говорили, для приготовления к профессорскому званию. Казна отправляла его за границу в Европу, где он, кстати, сделал хорошую работу, и понял, что такое мировая наука, сейчас это необходимо. Но Дмитрий Иванович не посещали скопистские настроения. Он знал всегда, что он работает и учится на благо России, и вернётся в империю. Да, в империю, где о нём будут заботиться, и он вернётся с европейской репутацией. А сейчас эти настроения... И мог платить хорошую зарплату не хуже, чем он мог бы рассчитывать с другой стороны. Кстати, иммигрантам гораздо труднее часто бывает себя проявить, потому они часто бывают очень продуктивными, не на родине. Это тоже важный фактор. Как вот те самые голодные годы, которые заставляли нас дважды кончать школу вскоренным темпом. Так и здесь. Понимаете? Я, извините, вас перебил, но как вы считаете, сейчас время бить в набат? Или, может быть, этот набат уже и надоел очень многим, и предпринимаются какие-то решительные шаги, чтобы избавиться от этого назойливого звона, связанного с тем, чтобы повысить общий материальный уровень научной среды? Ну, это необходимо, понимаете. Это, знаете, есть опыт цыгана, осла, которого он решил экономить. И вы знаете, с чем этот опыт кончился? Вот, по-моему, мы идем точно по такому пути. Все-таки идем? Ну, мы до сих пор шли по этому пути. Три года назад, я часто это цитирую и не боюсь повторить его, у меня был в передаче интересный разговор с Кудриным. А потом после, правда, передачи, не перед камерой, он меня спросил, сколько надо платить ученым. Я сказал, ровно столько в доллары, сколько сейчас вы платите в рублях. Он сказал, вы же правда так думаете? Я говорю, абсолютно. Кстати, я потом нашел целый ряд ссылок, которые именно это и говорили. Сейчас положение немножко улучшилось, но только в два раза десятка еще осталось. Напомните, пожалуйста, тем зрителям, которые очень любят вашу передачу, очевидно, и невероятное, о том, кто первый придумал поместить в шапку программы этот изумительный эпиграф из Александра Сергеевича, о сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сына ошибок трудных, и гений парадокса вдруг, и случай бог-изобретатель. Гениальное это все. Это абсолютно гениальные слова. Их Левкович у нас был тогда, ассистент режиссера, потом он начал заниматься кинематографией, я как-то потерял с ним свет, очень способный человек. Он предложил эти совершенно поразительные слова, и они так и остались как бы знаком нашей передачи. Кстати, Эдельман написал целое эссе о том, как эти стихи были написаны. Они были рассеяны в рукописи Пушкина, и пушкинисты собрали их по пускам. Причем есть две редакции. Первая редакция без последней строчки, а полная редакция, когда туда прибавили вот эту абсолютно гениальную фразу, случай бог-изобретатель, это вообще, я не знаю. Вот за это Пушкина можно считать величайшим философом всех времен и народов, потому что это проблема, которая до сих пор стоит перед ноделью. Что такое сущность развития, что такое случай. Ученые-лингвисты проверяли информативность слов самых гениальных писателей и поэтов, но Пушкин победил. С началом из маленьких трагедий. По-моему, прямо из этого небольшого сектора. Вот я подумал, что достаточно этого вполне. Достаточно именно этой фразы. Скажите такую фразу и все. Печать гения. Спасибо вам большое, Сергей Петрович. 8 февраля лучшие умы человечества отмечают День Российской Науки. Я хочу вас поздравить с этим праздником и в вашем лице всех тех, кто причастен к этой изумительной отрасли человеческих страстей. По-другому не хочу говорить. Вы правы, но это и радость величайшая. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Вам низкий поклон за то, что провели время в компании с удивительным человеком, которого мы все очень любим, Сергей Петрович Капица. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!